Если говорить о том, что делают все мировые центральные банки, они управляют двумя вещами. В первую очередь, когда компания ставит задачу выжить, то в этом случае она сокращает затраты в первую очередь на персонал, потому что это одни из самых высоких затрат в любом производстве. Количество людей, желающих взять ипотеку под 6%, гораздо больше, чем количество людей, готовых взять ипотеку под 13%, в два раза дороже. Это приводит к тому, что количество желающих купить недвижимость резко сокращается. Что мы в этом случае видим глобально? Всем привет, на связи Максим Петров, мы продолжаем серию наших видео. Недавно мы поговорили о последствиях первого и второго порядка, что это такое, насколько они важны для частного инвестора, почему важны, почему они позволяют, с одной стороны, получить высокую доходность, с другой стороны, минимизировать убытки, несмотря на то, что они действительно могут быть в таких случаях. Сегодня будем говорить о взаимосвязи инфляции и про последствия первого и второго порядка инфляции. Что здесь важно понимать, что инфляция это очень важный экономический процесс, это очень важная экономическая история. В принципе, если говорить о том, что делают все мировые центральные банки, они управляют двумя вещами. Они управляют инфляцией и они управляют безработицей. Потому что инфляция и безработица это два взаимоисключающих понятия. Почему такое происходит? Потому что, когда у нас очень высокая инфляция, то в этом случае снижается потребительская активность, располагаемые доходы населения падают, они начинают меньше тратить, компании меньше зарабатывают. Компании из-за того, что меньше зарабатывают, начинают сокращать персонал, увеличивается безработица. Люди не верят в завтрашний день, потому что они не устроены на работу и поэтому тратят еще меньше. Это еще больше замедляет потребление, замедляет экономический рост, все больше компаний начинает входить в стадию выживания. А в первую очередь, когда компания ставит задачу выжить, то в этом случае она сокращает затраты в первую очередь на персонал, потому что это одни из самых высоких затрат в любом производстве. И это запускает некое такое кольцо, лавину, лавину снижения ВВП как таковое и увеличение безработицы. Поэтому, если брать законы о центральных банках различных государств, то они управляют опять-таки двумя вещами. Это инфляция безработицы посредством процентных ставок, увеличения стоимости денег или снижения стоимости денег и в принципе все. То есть посредством кредитно-денежной политики или денежно-кредитной политики. Поэтому инфляция, она очень важна, нужно понимать последствия ее, то есть каким последствиям непосредственно приводит инфляция. Что начинает в этом случае, каким образом начинают поступать центральные банки, каким образом это сказывается на экономическом росте, на потребительской активности населения. В конечном счете это сказывается на, еще раз, на безработице, на стоимости денег, на снижении или росте доходности инвестиций. То есть если вы инвестируете в компанию, а у компании начинает падать выручка из-за того, что увеличилась безработица, то у компании падает прибыль. И в этом случае возникает максимальный риск, это банкротство и компания в принципе не станет. В лучшем случае это будет, компании будет очень тяжело, то есть у нее просто не будет чистой прибыли, которая не будет выплачиваться вам в форме дивидендов, которая не будет капитализироваться. И в конечном счете вы будете владеть компанией, которая не создает долгосрочную ценность для вас. Давайте поговорим непосредственно об этом, то есть какие первые очевидные вещи, которые происходят в свете роста инфляции. Когда начинает расти инфляция, есть такое понятие инфляционное ожидание. То есть инфляционное ожидание это не инфляция как таковая, это когда люди начинают ожидать, что цены на товары в будущем вырастут. Я очень настоятельно рекомендую прочитать книгу «Иррациональный оптимизм» Шиллера, в котором он как раз таки говорит, каким образом поступает толпа, то есть почему она покупает те акции, которые так сильно выросли, покупает их все больше и больше. То есть это называется так называемая петля обратной связи. И вот эта вот петля обратной связи как раз таки приводит к пузырям, разгоняет инфляционные пузыри. И давайте посмотрим, каким образом это происходит. Вы живете в стране, и вдруг вы начинаете видеть, что у вас начинают расти цены на яйца, молоко, подсолнечное масло. То есть непосредственно начинает сказываться инфляция. В этом случае, когда вы понимаете, что это растет, а вы хотели сделать какую-то долгосрочную покупку, я не знаю, автомобиль, квартиру, холодильник, стиральную машину, то есть товар длительного пользования, то в этом случае вы начинаете переживать, что денежные средства обесцениваются, и через год вы уже не сможете купить. Потому что уже сейчас вы видите, что яйца в цене в магазинах выросли на 10%. И в этом случае у вас начинают расти инфляционные ожидания. Вы бежите в автосалон, начинаете покупать автомобиль, выясняется, что автомобилей в наличии нет, и будет только через 3-6 месяцев. Вы начинаете оформлять кредит, таким образом вы стимулируете потребление. То есть вы сами начинаете приводить к тому, что вот эти инфляционные ожидания, которые есть у населения, они как петля обратной связи, сами по себе начинают разгонять инфляцию все выше и выше. Это очень важный момент, важный критерий, потому что инфляция в экономике, основанной на кредите, она необходима. То есть для экономики неприемлема, чтобы цены на товары и услуги не росли. Но это должно быть какой-то комфортный уровень. Допустим, для Америки этот комфортный уровень, так называемый целевой уровень по инфляции, таргет по инфляции, который стараются придерживать в районе 2%. Как только начинается преодоление вот этих вот 2%, то есть начинают врубаться вот эти вот инфляционные ожидания, и это приводит к тому, что инфляция начинает принимать галлопирующие меры. То есть люди все начинают покупать, цены на товары начинают расти. Соответственно, другие люди видят это подтверждение, что цены на товары растут, начинают покупать еще больше, и инфляция из стандартной управляемой такой истории, она начинает становиться неуправляемой. То есть держать разочарованное население, которое в принципе само вот этой вот петлей обратной связи начинает с одной стороны повышать цены на товары, с другой стороны, как воронка, как вакуум начинает всасывать в себя других, которые раньше, может быть, спокойно на это смотрели. И вот как раз-таки вот эти вот последствия первого порядка, то есть инфляция, во-первых, последствия первого порядка это разгон инфляционных ожиданий, а инфляционные ожидания, в свою очередь, это еще больше импульс для разгона инфляции. Вторым фактором является то, что неизбежным последствием первого порядка высокой инфляции является ужесточение кредитно-денежной политики. То есть центральным банкам невыгодно, чтобы инфляция как раз-таки, чтобы она перешла в галопирующую форму. И что в этом случае делает государство? Государство берет и центральный банк, да, начинает, во-первых, сворачивать. Если были программы печатного станка, программа начинает сворачиваться. Если программ печатного станка финансовой поддержки экономики не было, а управляют только процентными ставками, то процентные ставки начинают расти. Почему это влияет на инфляцию? Потому что это позволяет инфляцию замедлить. Когда вы берете ипотечный кредит, допустим, под 6%, да, сейчас в России условно, у нас происходит ужесточение кредитно-денежной политики, и центральный банк повысит ставку ключевую до 10%, то ипотека взлетит до 13%. Количество людей, желающих взять ипотеку под 6%, гораздо больше, чем количество людей, готовых взять ипотеку под 13%, в два раза дороже. Соответственно, к чему это приводит? Это приводит к тому, что количество желающих купить недвижимость резко сокращается. А недвижимость, предложение как бы, оно же, ну, производители недвижимости, они же строили, да, потому что спрос был очень высокий, и они произвели эту недвижимость. И в какой ситуации мы оказываемся? Мы оказываемся, что процентную ставку подняли, стоимость кредита выросла. Причем стоимость кредита выросла как для производителя, который производит товары и услуги, инвестиционного кредита выросла, так же она выросла и для потребителя. То есть потребитель, соответственно, чтобы потребить товар в кредит, он должен заплатить более высокий процент. И многие не соглашаются платить высокий процент, но это логично, потому что в этом случае стоимость обслуживания кредита больше. Снижается потребление, вот это инфляционные ожидания начинают уменьшаться, потому что свои деньги уже потратил, а кредитные деньги стали дорогие. Это приводит к тому, что инфляция начинает снижаться, то есть рост процентной ставки приводит к замедлению инфляции. И это, соответственно, последствия первого порядка, но которые имеют очень существенные последствия второго порядка, которые мы далее рассмотрим. Но, наверное, давайте перейдем к последствия второго порядка. Я не могу в рамках одного ролика рассказать все, то есть о всех последствиях, которые могут быть. Давайте вот эти вот две истории, которые с одной стороны приводят к росту инфляции, с другой стороны, последствия первого порядка, это просто удорожание денег. Давайте на этом остановимся. Что мы в этом случае видим глобально? Глобально происходит удорожание денег. Если мы смотрим, опять же, в ролике мы заявили о том, что как инвестору оперировать последствиями первого, второго, третьего порядка в рамках инфляции. Итак, последствия первого порядка. Инфляция растет, процентные ставки начинают повышать. Происходит повышение процентных ставок. Стоимость кредита, стоимость обслуживания кредита начинает увеличиваться. То есть кредитные деньги становятся дорогими для всех. И для производителей, и для потребителей. Соответственно, если мы смотрим это с позиции акционера, человека, который покупает реальный бизнес, то есть мы живем в стране, в которой начинает разгоняться инфляция, и центральный банк в ответ на эту высокую инфляцию, то есть у нас инфляция в России с начала 21 года начала расти, начала непосредственно увеличиваться, центральный банк повысил процентную ставку и сказал, что это не предел, потому что у нас начала расти инфляция. То есть вот прямая зависимость. Смотрим это с позиции акционеров. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы, являясь акционерами, являемся собственником определенного бизнеса. И этот бизнес, он начинает страдать. Он причем начинает страдать, как молот и наковальня. То есть он находится между двумя факторами, которые на него бьют, и его начинают постоянно плющить, сжимать, уменьшать. Уменьшать в первую очередь размер чистой прибыли. За счет чего происходит уменьшение чистой прибыли? С одной стороны у нас происходит, цены выросли, кредит стал дорогой. Потребители начинают потреблять меньше товаров и услуг, которые производит эта компания, создавая для меня, как для акционера, прибавочную стоимость. Соответственно, начинает падать выручка. Выручка падает, а у меня инвестиционная программа реализована. То есть кредиты никто не отменял, мне их нужно платить, мне их нужно обслуживать, у меня есть определенный штат людей. Мне их, соответственно, нужно кормить, мне нужно выплачивать зарплату, мне нужно вкладываться в рекламу, мне нужно, я не знаю, продавцам выплачивать бонусы за продажу. А выручка начинает падать, валовая выручка. Снижение валовой выручки в конечном счете приводит к тому, что у меня начинает падать чистая прибыль. Я начинаю смотреть, как мне остаться хотя бы в рамках текущей чистой прибыли. Я в первую очередь начинаю снижать затраты на рекламу, самые большие, продавцам бонусы, и часть людей увольнять. Начинает расти безработица, но я начинаю хоть как-то выживать. Увеличение безработицы приводит в конечном счете к тому, ну то есть это же происходит не только в отношении отдельно моей взятой компании, это же происходит по всей стране, то есть все компании начинают таким образом получать, и это на фактор выручки начинает сказываться еще больше. То есть не только стоимость денег увеличилась, и кредит стал более дорогой, и у меня от этого уменьшилась выручка, а я своими последствиями, чтобы выжить, чтобы снова остаться, продолжать оставаться в прибыли, я сократил 30% персонала. И условно опять-таки я говорю, по всей стране все компании таким образом поступили. У нас безработица, соответственно все эти люди вышли на рынок труда, они не верят в завтрашний день, они перестают тратить. У меня выручка снижается еще меньше, то есть как снежный ком начинает вот это вот все накапливаться, и выручка становится все меньше, 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 да, то есть у меня, соответственно, первый удар приходится за счет того, что у меня, я продаю меньше товаров или услуг, которые я до этого производил. С другой стороны, что происходит? С другой стороны, я до недавнего времени очень активно развивался, у меня был там хороший продукт, товар и услуги, было очень много покупателей, процентные ставки были очень низкие. Из-за того, что процентную ставку подняли, ко мне приходят банкир и говорят, слушай, дорогой, мы с тобой друзья, мы с тобой долгие годы имели дело, но дружба дружбой, бизнес бизнесом, да, то есть у меня стоимость фондирования, стоимость денег увеличилась, потому что если процентная ставка была там 4,5%, то я мог привлекать депозиты там под 3,5-4,5%, сейчас ставку там условно опять-таки подняли до 10%, и у меня стоимость фондирования выросла там с 3,5% до 8%, я тебе не могу тот кредит, который я тебе ранее дал, да, я тебе не могу рефинансировать его по ту же самую процентную ставку, поэтому у тебя стоимость обслуживания кредита увеличится, то есть количество денег, которое тебе нужно с выручки, вот которое вот здесь вот падает, да, количество денежных средств, которые тебе нужно направлять с выручки на обслуживание кредита, оно увеличивается, и происходит, как я говорю, на чистую прибыль происходит двойной удар, схлопывание, да, то есть с одной стороны у нас падает количество денег, которое мы получаем в кассу, с другой стороны у нас прессуют нас банки-кредиторы, у которых происходит увеличение стоимости обслуживания кредитов, опять это не происходит вот так вот в моменте, но это некий такой длящийся процесс, да, и мы начинаем впадать в рецессию, и это происходит по всей стране, это происходит абсолютно со всеми компаниями, это приводит к тому, что безработица начинает увеличиваться, компания в борьбе с этой безработицей пытается как-то выживать, а банки ничего не могут сделать, да, в конечном счете это приведет к тому, что у компании была большая, большая задолженность, если был большой кредит, можно вспомнить 98-й год, можно вспомнить 2008-й год, можно вспомнить 2020-й год локдаун, что у нас происходило с компаниями, у которых была высокая долговая нагрузка, они просто обанкротились, потому что произошел двойной удар, потребление упало, стоимость кредита выросла, ее прессанули, да, и то есть чем больше у тебя был кредит, тем больше удар у тебя пришелся по этой стороне, потому что на выручку ты как-то можешь повлиять, поэтому последствиями второго порядка для меня, как для акционера является тот факт, что маржинальность бизнеса начинает очень сильно падать, и хорошо, если она вообще в принципе является плюсовой, в этом случае, если я смотрю на компании, и мне сейчас надо инвестировать, да, то есть я понимаю, что инфляция разгоняется, что у нее есть последствия первого порядка, у нее есть последствия второго порядка, который я непосредственно описал, как мне в этом случае, а, заработать, ну, вернее, сохранить свои деньги, то есть как мне не попасть в просаг и не купить сейчас акции компании, которая в такой ситуации схлопнется, то есть по которой будет очень сильно нанесен удар, и второй момент, как в принципе на этом можно заработать, в этом случае является важным вопрос фундаментального анализа, что для меня в этом случае важно, компания, какая у нее маржинальность, то есть так называемый показатель net margin, да, мы смотрим, если у компании маржинальность 2-3 процента, она находится на грани, любой удар, будь то со стороны повышения стоимости обслуживания кредита или снижения покупательской активности, то есть она фактически балансирует на грани, и для нее недопустимо не тут удар, не тут, то есть это очень шаткая такая конструкция там на лезвие ножа, то есть вот так вот стоит и балансирует, потому что у нее низкая маржинальность, и в этом случае, если я сейчас такую компанию проинвестирую, она может быть крупная, она может быть известная, да, но при этом получается я несу очень высокие риски. Итак, если я инвестирую на основе последствий второго порядка, у меня основные риски связаны с тем, что у компании, ну то есть я точно не смотрю на компании, у которых низкая маржинальность, раз, это вот здесь вот удар, потому что когда у вас происходит падение выручки, а у вас маржинальность очень маленькая, то в этом случае даже падение выручки, у вас может отсутствовать долговая нагрузка. У многих российских компаний, кстати, отсутствует долговая нагрузка, но они относятся к компаниям индустриальной эпохи, и у них маржинальность очень низкая, по различным причинам. В первую очередь за счет налоговой нагрузки, которую несут российские компании, у них вот эта вот чистая маржинальность, она не очень высокая. И в этом случае получается, я хочу находиться в безопасности, я понимаю, что инфляционные ожидания растут, инфляция может разгоняться, и лучше я постою в стороне, то есть я не хочу находиться в компании, в которой может столкнуться с падением выручки, что нанесет удар по этой компании, и она как минимум не будет платить дивиденды, в лучшем случае, в худшем случае она пойдет по сделке слияния и поглощения, или вообще прекратит свое существование. В этом случае маржинальность, так называемый показатель чистой прибыли, то есть маржинальности, которую имеет компания, она должна быть достаточно высокой, находиться в районе, для России это получается где-то в районе 25-30% плюс, в этом случае мы понимаем, что мы безопасны, даже если у нее выручка упадет в два раза, а у нее нет долга, то в этом случае у нее все равно останется маржинальность 15%, это более чем достаточно для того, чтобы перекрывать даже 15% инфляцию. Второй момент, я точно начинаю оценивать отношение долгой компании и сколько у нее в принципе кэша, связанного с тем, что рост инфляции приведет к росту процентных ставок и к увеличению стоимости обслуживания долга. И даже если у компании условно очень хорошая маржинальность, у нее очень хорошая рентабельность, она на каждые 100 рублей выручки может зарабатывать чистыми 30 рублей, но у нее колоссальный долг, да, то есть она использовала леверидж, она использовала плечо. Многие компании, у которых очень высока внутренняя норма прибыли, они как раз таки злоупотребляют, ну не то что злоупотребляют, они используют леверидж для большей экспансии, для быстрого захвата рынка. И мы находились в условиях, мы находились в реальности, когда процентные ставки были низкие, по всему миру, в России в том числе. В этом случае, когда процентные ставки очень низкие, акционеры даже настаивают на том, да, ну допустим, у вас зарплата каждый год растет на 30%, а кредит вы можете взять под 12%, да, то в этом случае вы как бы, ну не совсем может быть корректный пример, но вы можете наращивать долг достаточно много, да, и покупать, допустим, какие-то бизнесы, недвижимость покупать и сдавать ее в аренду, увеличивать тем самым денежный поток. Но в ситуации, когда у вас стоимость обслуживания кредита вырастет, зарплата, зарплата начнет расти на 15%, а вы набрали кредитов, ипотек, да, накупили кучу квартир, которые сдавали в аренду, да, получали от этого какой-то денежный поток, увеличивая общую вашу итоговую доходность, к чему в этом случае произойдет? Проценты выросли, стоимость обслуживания кредита выросла, соответственно, чистая прибыль снизилась, вы обслуживать эти кредиты не можете, вы начинаете распродавать, ну то есть, я говорю как физическое лицо, вы начинаете распродавать эти квартиры, но это повсеместно, то есть все оказываются в такой ситуации, не только вы, когда мы смотрим на примеры компании, здесь получается то же самое. Стоимость кредита вырастает у всех, падение выручки происходит у всех, и в этом случае получается, что когда высокая долговая нагрузка, вы тоже находитесь в зоне риска, даже у компании, у которой высокая маржинальность, поэтому очень важно в этом промежутке времени, очень важно именно в таких условиях, когда мы задумываемся о последствиях второго порядка, понимать, что компания роста, а это компании, как раз таки, у которых или нет прибыли, или эта прибыль очень маленькая, но при этом высокая маржинальность, то есть у многих компаний роста, то есть это новые рынки, новые технологии, компании активно растут, есть большой рынок, это можно говорить о том, что выручка может увеличиться и там может быть высокочистая прибыль, в условиях растущей инфляции эти риски начинают расти у компаний роста, то есть опять-таки посмотрите, что происходит там на американском рынке ценных бумаг, то есть высокотехнологичные компании индекс NASDAQ с начала 2021 года начинают падать, почему? Потому что месяц от месяца увеличивается инфляция, инфляционные ожидания начинают увеличиваться и к последствиям второго порядка, это соответственно ожидается увеличение, сокращение программы выкупа активов и рост процентных ставок в Соединенных Штатах Америки, что неизбежно ударит по компаниям роста, потому что у них в принципе нет прибыли и высокая долговая нагрузка. Да, допустим, там акции Фанг, да, у них там это денежные пылесосы, которые пылесосят, но порядка 40% акций, входящих в индекс NASDAQ, они уже упали и упали очень существенно, от 30 до 50% составило падение именно по этим причинам, да, то есть крупные инвесторы именно поэтому продают. Кто-то по-прежнему надеется, что эти акции достигнут своих высот, но как они этого смогут сделать, если инфляция начнет увеличиваться? Друзья, я в данном видео очень продолжительное время с вами постарался рассмотреть последствия первого и второго порядка. Если вам понравилось видео, пожалуйста, оставляйте комментарий и напишите под этим видео, нужно ли рассмотреть последствия третьего порядка. Именно в последствиях третьего порядка, как мы говорили на нашем недавнем видео, кроются основные возможности для заработка, кроются возможности, что вы можете позволить себе ошибиться и в очень многих вещах просто элементарно не угадать, но просто будет одна-две истории, которые позволят получить значительный профит непосредственно на этом и получить значительный профит в долгосрочном периоде. Помимо всего прочего, тема на самом деле очень большая и очень расширенная. У нас недавно проходил открытый съезд инвесторов Max Capital, на котором у меня целое выступление было посвящено последствиям первого, второго и третьего порядка относительно инфляции, инфляции в мире, к чему это может привести, какие тактические решения в этом случае нужно принимать, какие стратегические решения нужно принимать, что для этого важно, какой информацией нужно оперировать в этом случае, каким образом формировать свой инвестиционный портфель, каким образом во временном промежутке времени этот портфель нужно ребалансировать и на каждой стадии инфляционного цикла, какие активы непосредственно являются бенефициарами этой стадии инфляционного цикла, ну то есть лузерами и выигрышами, да, то есть кто выигрывает, кто проигрывает в этой ситуации. Выступая не только я, выступают наши эксперты MaxCapital и это 12 часов видео, где мы как раз таки разбираем ключевым моментом вопрос вот этого риска разгона инфляции в мире и каким образом формировать свой собственный инфляционный портфель. Ссылка на возможность получить доступ к записям данного съезда будет находиться под данным видео, поэтому проходите, забирайте, надеюсь, что это будет вам нужно, полезно и вам не нужно будет ждать следующего видео, когда оно непосредственно выйдет. Мало того, это опять-таки будет какой-то единичный случай, который рассматривается. Можно получить доступ к 12 часам видео, которое позволит в принципе выработать собственную стратегию, тактику поведения в такой ситуации. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего, пока-пока.